Всем доброго времени суток! Мы с вами продолжаем играть в фермер симулятор 15 И в это раннее утро, ну как раннее, 10 часов утра, мы с вами продолжаем трудиться Алексей Анатольевич Петрович и Михалыч у нас отдыхают А мы с вами продаем щепу для того, чтобы купить большое поле и сделать из него лук Как вы помните, я планировал увеличить поголовье скота, а именно коров, до неприличного количества Мне хотелось 500, как я говорил, но 500 я не знаю Хотя бы, хотя бы, давайте планочку себе такую поставим, 250 Ну и до 250, честно говоря, нам еще далеко В любом случае, сейчас нам надо набрать денег на лук Потом, в общем, мы сейчас распродадим всю щепу, которую мы набрали Щепа эта у нас, прямо скажем, халявная Мы ее, как вы помните, получили, когда убирали дубы И еще небольшую часть я продал, когда рядом с 32-27 поле тоже немножко там зачистил Вот это у нас щепу мы сейчас эту всю продадим Купим поле И если останутся денюшек, еще прикупим коровок Да, наверное, так и поступим Вот, так, давай, дедушка Ау Давай, 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 нажимай на газ Некогда нам тут прохлаждаться с тобой Едет, смотрит по сторонам, дышит свежим воздухом Все у него хорошо Нам мы так себе позволить не можем доехать со скоростью 20 километров Правда, я не знаю, что это вообще такое Вроде тут и знаков таких нет С чего они так решили, что здесь так надо ездить Так Я думаю, что еще один прицепчик мы привезем с вами И я думаю, что нам хватит денег Нам хватит денег с вами на покупку поля Но нам нужно будет, помимо того, что мы его купим Еще, чтобы у нас остались хоть какие-то деньги У нас скоро предстоит большая уборочная И там тоже нам нужно на зарплаты будет И хотя у нас еще денежки капают, как вы помните, степлиц немного Теперь у нас есть еще 4 медовых пчелиных, вернее, улья Откуда мы собираем медок и тоже продаем Оттуда нам еще немножко капает И плюс у нас ночью возят молочко Еще оттуда нам тоже небольшой плюс идет Но это действительно все настолько небольшое Что оно даже, насколько я помню, не окупает всех наших расходов На обслуживание той техники, которая у нас уже есть А нам предстоит ее еще увеличивать, как вы понимаете Потому что для обслуживания большого стада Нам понадобится еще с вами сенокосилка И прицеп для травы какой-то побольше Ну и, соответственно, видимо, какой-то большой трактор Потому что большой сборщик для травы, для соломы Для него требуются большие мощные трактора И у нас он пока только в единственном экземпляре И разорваться он тоже не сможет Поэтому очень-очень много денег нам еще нужно Теперь у нас есть откуда их получать Мы посадили с вами Закончил я все-таки высаживать елочки Теперь только осталось дождаться, пока они вырастут И оттуда мы еще с вами получим денежек Но перед этим у нас тоже опять же будут расходы Потому что нам надо будет с вами купить технику лесозаготовительную А именно, как вы помните, я хотел купить королевский скорпион Который будет резать эти самые деревья Ну и, наверное, машину для перевозки этих деревьев Потому что все деревья перерабатывать в щепу я не хочу Мне кажется, что если мы будем продавать деревья целиком Мы получим больше денег Хотя проще, естественно, в щепу Вы видели, да, как у нас работает наша новая щепорезка То есть это дело пара секунд И все замечательно 123 тысячи Сейчас еще один прицепчик Кстати, сколько у нас с этой самой щепы осталось? Щепа Еще 112 тонн Это примерно Примерно у нас сейчас по 400 Ну, предположим, по 400 Давайте округлим по 500, да, чтобы так было легче считать Это еще 1050 у нас осталось Ну, то есть осталось Останется, если мы продадим Ну, я думаю, что на уборочную у нас хватит этих денег Плюс скоро все-таки силус должен закончить ферментация у силуса И мы там еще начнем силус продавать Ну и первые деньги от продажи силуса Как я и говорил Мы, вернее, с этих денег Мы сразу-сразу выплатим кредит Это первое, что мы сделаем А дальше уже Мы будем думать На что еще нам потратить эти деньги Так Выгружаем 135-136 Денежки у нас Льются рекой Так 142 тысячи Отлично Отлично Просто замечательно Ну что же Отвезем сейчас прицеп Поставим, чтобы он загружался Чтобы у нас остались деньги Про запас Так, давайте выскочим Попробуем перед дедушкой АУ То он опять будет тащиться Мы Не успеем Вернее, не то, что не успеем За ним ехать 20 километров Как-то совсем не хочется А по встречке Обгонять тоже Не совсем правильно Тут даже Поворотничек Включим Не пропустишь нас? Нет Не пропустят, конечно Ну и да ладно Вот И вот такие у нас планы На ближайшие Опять На ближайшие Несколько частей На ближайшие дни Так скажем Сейчас мы с вами Сейчас мы с вами Еще загрузим прицеп И поедем Поедем сразу Наверное подхватим Сеялку И поедем с этой Сеялкой Уже работать Сразу засевать Наш большой-большой лук Насколько я помню Это 35-е поле Которое я присмотрел Ну мы с вами Вместе по-моему Его осмотрели И я из него И решил сделать лук Потому что траву Как вы знаете Помимо того Что мы можем отвозить Ее коровам Мы Еще Так же Лишнюю травку Можем отвозить И делать из нее Тоже силос Так все Садимся Берем Наш доец Так Сеялка Где у нас сеялка? Я наверное Ее как обычно Поставил в гараж Да вот она Стоит в гараже Здорово Так Подцепляем ее Сейчас заправим Если она не заправлена Так Она у нас Заправлена Да По-моему Заправлена Ну в общем-то Мы все равно Будем проезжать Мимо семян Поэтому на всех Существе Заскочим Нет Она не заправлена 778 У нее Всего килограмм Да Поэтому даже Меньше тонны Сейчас мы Заправим И сразу Переключимся На травку Так Отлично Отлично Сейчас еще Нам надо будет Наверное Сейчас мы Вот этот Трактор Поставим Чтобы у нас Антоху Наверное попросим Он все равно Делать ничего У нас Антоха Вместе с нами Поработает Не будем Опросить Михалыча Надо уважать Опыт и старость Да И пусть уж Раз мы его отпустили На сегодняшний день Пусть он Пусть он отдохнет У нас Предстоит еще Много-много работы Поэтому Еще успеем мы его Дернуть И не Не один раз Так Так что Михалыч у нас Сегодня Проведет Свой день Либо с семьей Либо на рыбалочке На шашлычке Не знаю Может быть Они какую-нибудь Тусовочку устроят С Петровичем С Алексеем Анатольевичем Но это личное Их дело Лично их время Их Их забота Может Василище С собой Прихватят Медовухи Он там наверняка Уже наварил Думаю Что с четырех Улифта Мед уже не знает Куда девать Бригада у нас Пока не такая большая Хотя нам Наверное С вами придется Так серьезно Закупаться техникой Да И Если мы собираемся Сделать такое Большое-большое стадо Нам придется Сюда Вот Коровнику Наверное Прикупить Еще один Ну как минимум Один трактор О том Там уже смотрят Глядишь И два трактора Да понадобится Потому что Вот Только коровнику Еще отдельно Коровнику Нужен Как мне кажется Тракторок Который будет Здесь Подвозить И травку И И навоз там Грузить В общем-то У него Занятия Я думаю Что найдется И очень много Вот это поле Мы сейчас С вами купим До 35 Все правильно Я сказал И начнем Наверное Высаживать Мы травку Вот прямо Вот отсюда Я надеюсь Что на это поле Нам семян Хватит Так Так Селку Вот так поставим Сгоняем Купим его И Уже Начнем Делать лук Большой Большой Смотрите Даже Ну вот отсюда И не видно Даже другого края Потому что Здесь небольшая горка Я просто хотел сказать Что не видно С самого начала Но Его на самом деле Видно Край поля Но Все равно Это большое Это по-моему Самое большое поле Которым мы владеем На данный момент Ну Я уже Наверное Не один И не два И не три И не там Даже не десять Раз говорил Что Нам полей уже С вами хватает Единственное Последнее Вот мы прикупим То которое Которое мы хотели Объединить Где мы убирали Дубы Да и все И на этом Наверное Именно с полями Для зерновых Мы закончим Может быть Мы еще с вами Прикупим Поля для Картошки И для Для картошки И для чего там Еще свекла Да Ну не знаю Посмотрим В общем то Посмотрим Может быть Все это может быть И я не уверен Совсем в этом Так Нам нужно Значит Здесь наверное Если мы посадим Антоху Чтоб он сам Поработал Он у нас Заберет Очень-очень Много денег Или Или нарисовать Ему бумажку Чтоб он Ездил по нашему плану Все таки Давайте Наверное Ради экономии Нарисуем ему На бумажке И попросим Чтоб он так У нас поработал Мы всегда С ним Сочтемся Так Это у нас 35 Поле Все таки Не хочется Сейчас Нести Какие-то Дополнительные Расходы Так У нас Раз 9,6 Если не 9,6 И не 3 У нас по-моему Это 6 метровочка Сейчас Уточним Да 6 метровочка Отлично Сделаем ей Наверное Или сделать 5,9 Давайте 5,9 Сделаем Стартовый угол У нас Юго-запад Движемся На север Так Допускаем По маршруту Поехал Поехал Антоха Погнал Так Мне вот Единственное Не нравится Маркер Я не хочу Чтобы он Выставлял Маркер Где его Убрать Маркер 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 Так Маличок Показывает Точки Так А где Тут Маркеры Так Обработка Так А где Маркер Не хочу Я Чтоб он Ездил С маркером Маркер Автоматически Вручную Вручную Нам не нужен Маркер Я бы хотел Убрать Честно говоря Так Маркер 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 З Убираем Маркер И вот У нас Такой Получается Лужок Просто Замечает Смотрите Огромный Огроменный У нас Лук Будет Я думаю Что здесь Уж точно Коровкам Будет Предостаточно Травы Здесь Еще Маленькое Такое Поле 31 Тоже Кривое Я думаю Что мы И его Придумаем Чего Мы с ним Будем Делать Но Это Будет Чуть Потом Антоха У нас Как-то Кривовато Немного Сеет Ну да Ладно Во всяком случае Он сеет Сам И нам Не надо Будет К нему Каждый раз Бегать Потом Уже Какие-то Краюшки С вами Сами Засеем Если Нужно Будет Давайте Сейчас Сгоняем Здесь Недалеко У нас Еще Табло И Там Местные Жители И Местное Правление Вывешивает Всякие Контракты Предложения Где мы Можем Немножко С вами Заработать Потому что Денег Как видите У нас Совсем Мало До Сбора Урожая До Посевной И до Следующего Посевной Так скажем Еще Долго Поэтому Я бы Хотел Немножко Подзаработать Посмотрим Может быть Какое-то Здесь Есть Задание Я бы Не Отказался От Задания Например На Покос На Покос Потому что Коровкам Заодно Забросили Так Канола Для Транспортной Компании 24 Тонны Осталось Осталось 1 минута 24 Тонна Есть У нас Канола 24 Тонны Я не помню Давайте посмотрим По-быстрому Так Канола 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 57 Тонн Да У нас есть Давайте Возьмем Канола Для транспортной Компании Принять 24 Тонны Назад Отлично Отлично Ну вот Мы нашли С вами Чем еще Позаниматься Так Это Антоха А есть ли У нас Тут рядом Где-то Прицеп 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 Я честно говоря Не помню Где Вот Я вижу 21 Тонник Но мы Наверное С вами Сразу Отвезем Чащепу И потом Канолку Канолку Сюда Загрузим Даже Не 24 Тонны Там 25 Например Загрузим Потому что Маленьким Прицепом Он 20 В него Помещается 21 Тонна Это Придется Два Раза Ездить А так Мы За Один Раз Все Отвезем Как Раз И Здесь Выгрузим Прицеп Заработаем Еще Немножечко Денег На Щепе В общем Здорово Здорово Деньги Капают И у Нас Как раз Мы Сажали С вами Канолу Поэтому Мы Восстановим Восстановим Запасы Канолу Да и К тому же Честно говоря Я Давным Давно Уже Не видел Большого Спроса И Все Что Мы Сейчас С вами Зерновые Накапливаем Они Просто У нас Лежат Мертвым Грузом Никаких Денег Мы С них Толком Получить Не Можем Потому Что Продавать По той Цене За Которую Нас Покупают Это Просто Бессмысленно По 200 По 300 Долларов За тонну Как Мне Кажется Это Просто Даже Обидно Когда Вы Слышали Вы Целый год Трудились Потом Сделали Человек Вот Который Абсолютно Вменяемый Который В себе Я не думаю Что он будет Продавать За такие Деньги Ну и Если Конечно Какая-то Вообще Крайняя Крайняя Ситуация Не наступит Ну что Помчались Выгрузились 36 тысяч Ну неплохо Так тоже И щепы Зарабатывать Да Но Для того Чтобы получить Столько щепы Сколько Мы С вами Получили Нужны Дубы А Дубы Как вы Знаете Мы Высаживать Не можем Вот Именно Для щепы Это Просто Вот Идеал Идеал Да Потому что Один дуб Как вы Помните Дает 36 37 Тон Щепы Еле Естественно Столько Не дает Я Честно Говоря Не помню Вот Когда я Опиливал Рядом С 32 Полем Деревья Но По-моему Чтобы Один Прицеп Заполнить Чтобы Вот так Не соврать По-моему Дерево Три Нужно Было Чтобы Заполнить Вот Сорокатонный Прицеп То есть Это В разы В разы Меньше Чем С дуба Канула Для Транспортной Компании Да По-моему Я Сколько Помню Транспортная Компания У нас Где у нас Транспортная Компания Я Честно Говоря И не Помню А вот Сверху Что-то Он Сморгает Наверное Где-то Там Сейчас Еще Пока Будем загружаться По карте Можем Посмотреть Так Канула 25 тонн Но главное Лишнего Не нагрузить Потому что Вот Просто так Продавать Тоже Не хочется Хотя Канула Стоит Тоже Немало Пощишет Как щепа Или даже Может подороже Ее тоже Достаточно Выгодно Сажать И продавать Единственный Минус Что Урожай С поля Намного Намного Меньше Как вы помните Зерновых Они стоят Меньше Но с них Мы получаем Еще и солом Вот так Ладно Транспортная Компания Давайте Посмотрим На карту Потому что Я честно Говоря Не помню Транспортная Компания Это у нас Находится Рядом С овечками Все понятно У нас даже По-моему Туда маршрут Мы как-то С вами Рисовали Давайте Проверим Действительно У нас По-моему Был маршрут И по-моему Мы даже Им пользовались Как-то Как-то Мы даже С ней Им пользовались Не то Чтобы я Совсем Не хотел Сам это Делать Но Тогда Вот Сел Транспортная Транспорт Транспортная Так Почему У нас Комбинированный Какой-то Так Да Какой-то Комбинированный Получился Курс Тут Видимо Какой-то Еще Был Который Я не Сбросил Так Как-то Вот Отсюда Откуда Нибудь И вот Сюда Запустить Куда Поедет Ну Куда-то Туда Поехал Куда Примерно Нам Надо А мы Тем временем Посмотрим Вообще Что у нас Тут Как у нас Происходит Посев Луга Нашего Ну Вот Здесь Края Немножко Нам Придется С вами Самим Обработать Но Но Уже Просто Я вижу И Глаз Не Нарадуется Вот Зеленый Просто Зеленому Лугу Зеленому Ковру Который У нас Здесь Потом Здесь Начнут Свести Какие-то Цветочки В общем-то Трава Мне кажется Тоже Будет Достаточно Выгодно Собирать И Как раз У нас Заканчивается Рядом С коровником Силос И мне бы Не хотелось Его возить С биогаза Я думаю Что мы Как раз Как оно Только Закончится Мы Насобираем Травы И туда Травы Травы Траву Выгрузим И Спрессуем И будем Из травы Делать Силос Для коровок Так 36 тысяч Сейчас У нас Так Давайте Посмотрим Может Еще какое-то Задание У нас Тут появилось Так Торговый Автомат Сломался Честно говоря Я бы Может быть Даже И с погрузчиком Поработал Но это Достаточно Долго Да Надо Ехать Брать Погрузчик Вот Еще что-то Появилось Нет Ничего Не появилось А появилось Да Но это Воду Надо Для Спортсменов И Сломался Ящиков Вот Знать бы Где Это Находится Если Вода Находится Рядом С коровками Я Может быть Смотался Как вы Помните Заодно Погрузил Отвез Шерсть Освободил Наш Прицеп В общем-то Можно Подумать Об этом Тем более 9 минут Еще осталось Так Ладно Подумаем Сейчас у нас Будет Время Чтобы подумать Сейчас посмотрим Как у нас Вот она Канол 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 У нас Привез 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 Антоха Ну чего Михал Все таки Работать На этом Тракторе Все нормально Стал Соображать Как До чего Так Тысячи Получили мы 3400 И 1400 Маловато Конечно Вот прямо Даже маловато Но Хоть какие-то 55000 У нас Здорово Здорово Так И чем бы Заняться Нам бы Сейчас Заняться 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 Может быть Все таки Отвести Действительно Не знаю Не очень Честно Хочется Работать На погрузчике Мотаться Куда-то Далеко Так Ну давайте Все таки Возьмем Наверное Это задание Все таки Лишние Деньги Деньги Лишними Не бывают Да Поэтому Возьмем Наверное Нехватка Воды Мне Почему-то Мне кажется Что это Где-то Мы По-моему Подобные Какое-то Выполняли Задание Оно Где-то Было Как раз Рядом Рядом С С С Фермой Овец Нет Это Судоходная Компания Ну ладно Раз взялись Уж Сейчас Отвезем Тогда Возьмем Сейчас Погрузчик Возьмем Противовес Сгоняем По-быстрому Все-таки Сгоняем По-быстрому Главное Сейчас Нам еще Антоху Подловить Чтоб он У нас Еще Не Загрузился Канола Еще Не поехал Ее продавать Потому что То что Мы продали Нам Вполне Вполне Хватит Так 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 Ну вот У нас Уже 55 тысяч У нас Еще В запасах Осталось Чипа Как вы Помните Поэтому Я думаю Что мы Нормально Проведем Сейчас Сбор Урожая То есть Мы не будем Нуждаться В деньгах Сейчас Если мы Еще С погрузчиком Поработаем Это еще 5000 В общем 60 тысяч У нас С вами Будет Так Давайте Здесь Он еще Подъезжает Давайте Уже Здесь Сами Доедем Поставим Так Мы сейчас Наверное Доедем Доедем Поставим Его На Мойку То у нас Совсем Совсем Смотрите Совсем Уже Грязный Черный Прям Прямо Скоро Уже Через стекла Будет Ничего Не видно Хотя Он Высокий И так Высоко Видимо Грязь Не летит Поэтому Стекла Все таки Более Менее Нормальные И зеркала Просто Отличные Так Вот Здесь Мы его Потом Помоем Здесь Антоха Пересел У нас Дальше Сеет Травку Мы Здесь Хватаем Наш Погрузчик Так А где У нас Противовес Противовес У нас По-моему Оп Оп Тормози Так 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 Все Хватаем Отлично Отлично Коровки кричат У них Неужели Еда Какая-то Кончилась Надо Будет Тогда Заглянуть Еще К коровкам Посмотреть Как у них Там дела Может быть Им что-то Подкинуть Надо Будет Противовес Противовес Все Повесили Все Погнали Так Поедем Наверное Вот здесь По дороге Антоха У нас Сеет Сеет Смотрите По-моему Даже Половины Поля Вот Или Вот Сейчас Только Будет Половина Просто Огроменный У нас Лук Просто Огроменный Получается Здорово 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 Отсюда Мы сможем С вами Возить Травку Коровкам И может быть Даже лишнюю Потому что Трава растет Как вы знаете Очень-очень быстро Поэтому Вполне возможно Что мы Лишнюю Траву Будем даже Возить С вами На биогаз Но это будет После того Как мы Конечно Купим Еще Сенокосилку Которая Вешается Сзади И большой-большой Прицеп Для Для сбора Этой самой Травы И может быть Кстати говоря Мы еще Ну вернее Не может быть А мы точно Будем нуждаться Еще Нам надо будет Купить Какой-то еще Один трактор Это большой Ну даже Может быть Небольшой Не столько большой Нам размер Особо тракторов Что-то не интересует Нас интересует Их мощность Так как Нам может Здесь Как-то Срезать Можно Я не знаю Через поля Через луга Так А здесь То как Стоп Как нам Здесь То Ну Я конечно Никогда Не прыгал С гор Может быть Здесь Как-то Попробовать Съехать Нам С вами Ой-ой-ой Там Какой-то Обрыв Прям Мы Не будем Этого С вами Делать Я конечно Понимаю Что это Может быть Забавно Но Я Таким Заниматься Не хочу Так Давай Так Где же Тут Груст Это Все Прям Сто Кругов Понаделали Здесь Немножечко Срежем Через Ветки Так Аккуратно Где у нас Где у нас Давайте посмотрим По карте Как-то Так Ну Здесь По кругу По дороге Мы как раз Туда приезжаем Это По-моему На станции Где мы Выгружаем лес Где-то там Находится Ну В общем Это Чуть-чуть Осталось И вот Так Казалось бы Нет Никакой работы Да Пассивные Закончены И вот Посмотрите Мы с вами Опять Вот Столько Уже Всего Переделали Что И еще Вот Непочатый Край Да То есть Можно Здесь Заниматься Постоянно Находить Какие-то Себе Задания Постоянно Что-то Делать Постоянно Как-то Зарабатывать Но Единственное Что Мы Сейчас С вами Уже Зарабатывать Вот На щепе Не сможем Потому Что У нас Совсем Там Чуть Чипы Осталось Надо Все-таки Наверное Ее Оставить И подождать Либо До Нашего Урожая Дерев Либо До Большого Спроса И тогда Уже Распродать Остатки Просто Так Скидывать Хотя С другой Стороны Можно И так Скину В общем То Пока Нужды Такой Нет То есть Пока Пока Мы Можем И так С вами Заработать Куда Это Делать Привести Даже На секундочку Лагануло Да Смотрите Напротив Пляжик То есть Туда Наверное Местные Давайте Выбежим Посмотрим На секундочку Честно Говоря Как-то Тут Это Место Упустил Хотя Мне казалось Что Я тут Уже Оббегал Всю Карту Когда Собирал Монетки Ну Смотрите Здесь Действительно Пляжик Здесь Видимо Люди Отдыхают Вон Кабинка Для Переодевания Здесь Мостик Наверное Ребятня Еще и Прыгает С моста Ну Может быть И некоторые Взрослые Так Ну Ладно Надо Отвести Отвести Так А куда Вести То Может Сейчас Как-то Ох Тыш На Другой Вообще На Другую На Другой Конец Карты Это Зерновой Элеватор Это Так Это Рядом С нами Находится Помчались Че уж Теперь Далеко Так Далеко Вышечка Вот Наверху Наблюдать Но Может быть Это Кстати Какой-то Охранный Пост Здесь Недалеко Цирк Срезать Может быть Местами Не все же Нам по дорогам Ездить Пока Есть Такая Возможность Я думаю То что мы Ездим По траве Ничего страшного По полям Конечно Не очень Хорошо Даже С учетом Того что Это Не наши Поля Все равно Мне кажется Это Не совсем Правильно Так Вот Только Я это Сказал И здесь Был Сейчас Срезал Через Поле Хотя Но Она Уже Культивирована Да Не очень Будет Правильно По нему Ехать Поэтому Не так Уж Много Времени Это Занимает Да Лишний Объезд Тем более Нам все Равно Надо Вот К той Дороге Которая Вдалеке А Про поля Которые Для И соседние Вот Через Молокозавод Там еще Одно Поле Вот Может быть Мы их Потом Когда-то Со временем С вами Прикупим Ну И то Я не уверен В этом То есть Надо ли Нам Это Не надо В общем Пишите Ваше Мнение В комментариях То есть Надо ли Нам Заниматься Картошкой И свеклой Еще Помимо Всего Вот Или С тем Чем мы Уже Занимаемся Этого Вполне Достаточно Ваше Мнение Естественно Я тоже Буду Учитывать Ну И если Оно Не будет Расходиться С моими Интересами Я вам скажу Так Почти Что Прибыли На место Чуть Чуть Совсем Осталось Так Вот Здесь Еще Немножечко Срежем Так Неплохо Они Воду Где-то Забыли Да Или Что там Писалось Как-то Очень Большое Расстояние Пришлось Нам Проехать Для того Чтобы Эту самую Воду Отвести Здесь Даже Смотрите Всходы Еще Не Появились Канолы Так И вот Место Нашего Будущей Электростанции Куда Здесь Складировать Так Так Надо Найти Куда Теперь Класть Еще Да Вернее Выгружать Класть Так Вот Она Почти Что Угадал Так Отлично Почти 6 тысяч Мы Получили Вернее Почти Что 5500 И 570 Долларов 6 тысяч Мы Получили С вами Я думаю Что На этом Мы С вами Закончим Спасибо Всем Кто Меня Смотрел Спасибо За Ваши Лайки Комментарии И увидимся С вами В следующей Части Всем Пока Пока